Если вы приобрели ТВ-бокс Огус И4Кю Про, Плюс или Куб в вот такой форме, как я вам сейчас показываю, то, скорее всего, он уже побывал в чьих-то руках. Либо кто-то тестил, либо кто-то купил, принес домой, посмотрел, не понравился, сдал магазин, либо по другим причинам. Догадываетесь, почему? Сейчас все покажу. Все вот эти вот боксы, которые я перечислил, они идут упакованные в пленку. Так что обратите внимание, если вы заказываете, допустим, в каком-нибудь интернет-магазине, либо идете на рынок покупать, я имею в виду радиорынок, ТВ-бокс, либо пришел из какого-нибудь магазина на Алиэкспресс в вот такой форме без пленки, то, как я вам уже говорил, он уже побывал в чьих-то руках. Обратите на это внимание при покупке. Давайте посмотрим, что внутри находится. Я уже снял всякие пакетики, то есть, чтобы не утомлять вас распаковками, вытаскиванием. Я покажу самые основные элементы, которыми комплектуется этот ТВ-бокс, ну и расскажу, что для чего как нужно. То, о чем другие блогеры, возможно, не говорят в своих видеороликах. Итак, инструкция. Ну, инструкция здесь красочная, вы обратили внимание, наверное, да, но она на английском языке. В своих видеороликах, которые я планирую в ближайшее время выпустить, я уже подробно расскажу об этом ТВ-боксе и сакцентирую внимание на то, как он должен функционировать и какие у него характеристики. Вторая инструкция. Вторая инструкция идет на пульт. Пульт здесь Bluetooth. Показываю штрих-код. Возможно, кому-то он понадобится. Можете сканировать смартфоном с телевизора и открыть. Вот здесь указан чат Огуса. На этом чате обсуждаются все вопросы касательно данного ТВ-бокса и всей продукции, которую выпускает данная компания. Здесь же расписано, как пользоваться пультом. Пульт. Давайте, раз я уж с него начал, я вам его покажу. Это Bluetooth-пульт. Значит, обычно ТВ-боксы приходят с какими-то пультами, которые стоят 1-2 доллара, и которые вы, после того, как приобретете ТВ-бокс, укладываете куда-нибудь в тумбочку, и он там лежит долгое время. Вместо этого пульта вы покупаете вот такой пульт с гироскопом и голосовой, и пользуетесь для комфортного управления ТВ-боксом. Здесь же производитель сэкономил, грубо говоря, ваши 2 доллара. Но, получается, благодаря тому, что укомплектован этот ТВ-бокс с таким пультом, соответственно, упаковка стала стоить немножко дороже. Друзья, пульт, как я уже сказал, с Bluetooth-ом. Батарейки здесь устанавливаются вот такие 3А, маленькие мизинчиковые. Ну и как подключается, все это я покажу немножечко позже. Следующий компонент, которым комплектуется ТВ-бокс, это кабель HDMI. Я обратил внимание на то, что здесь вот на кабеле нанесена надпись Ethernet. Получается, что данный ТВ-бокс может не только получать интернет по Wi-Fi, не только может получать интернет по витой паре, по кабелю, который выведен с разъемом RJ45, но и с помощью вот этого вот кабеля. То есть, благодаря вот этому кабелю HDMI можно согласовать телевизор с боксом, и бокс может подключиться к интернет-сети. Ну, кому будет интересно, как подключить и как это все работает, пишите в комментариях. Если будут комментарии по поводу того, чтобы я снял видеоролик, с удовольствием сниму видеоролик и покажу, как все настроить. ТВ-бокс. Значит, необычная форма. Обычно вы видели, что X2 серия, X3 выпускается удлиненный вариант. Ну, к примеру, если я сейчас возьму вот X4 Pro и X4 Q, то вы видите, по толщине они одинаковые. А здесь, если сравнить, ну, сами видите. Также несложно заметить, что на ТВ-боксе нет никаких наружных антенн. Все антенны находятся внутри. Итак, пару слов об интерфейсе этого ТВ-бокса. Как я уже сказал, антенн внешних здесь нет. Сверху расположен индикатор. Спереди отверстие для инфракрасного датчика. Вернее, датчик находится за этим отверстием. И если вы будете использовать пульт управления с инфракрасной передачей, как раз этот датчик вам и поможет для управления ТВ-боксом. С левой стороны разъем для оптики. USB 3 для подключения жесткого диска внешнего. Также сюда можно и мышки, и все остальное подключать. Но лучше всего сюда внешний жесткий диск подключать. Потому что этот разъем, как вы понимаете, гораздо более скоростной, чем USB 2, который расположен на другой стороне. Слот для карточки памяти. С помощью этой карточки можно увеличить память ТВ-бокса. Сзади расположено гнездо для подключения питания. HDMI 2.1. USB 2. Сюда также можно подключать и внешний жесткий диск, но он будет гораздо медленнее работать. Так что, друзья, сюда лучше подключаем какие-нибудь донглы. с джойстиков, других пультов. Ну, в общем, все что угодно сюда можно подключать. RJ45 для подключения интернета. И с этой стороны отверстие для охлаждения. С нижней стороны расположено отверстие для того, чтобы войти в меню бутлоадера. Последнее, что мне осталось достать из этой коробки, это блок питания. Блок питания, конечно, я протестировал уже, и он показал гораздо круче параметры, чем написан на самом блоке питания. На нем написано, что он рассчитан на 5 вольт, 2,5 ампера, 12,5 ватт. Я протестировал, и у меня получилось, друзья, 16,5 ватт. Этот блок питания на 16,5 ватт. То есть, если вы будете даже два внешних диска подключать к этому TV-боксу, ну, я не знаю, что можно подключить такое, чтобы вышло на 3 ватта. Очень классные характеристики у блока питания. И с этой стороны разъем для подключения Type-C. Обратите внимание. Ну, и в принципе, из того, с чем комплектуется TV-бокс, на этом как бы давайте и закончим. Друзья, в ближайших видеороликах я постараюсь подробно уже рассказать об этом TV-боксе. Задавайте вопросы, какие вас интересуют по нему. А сейчас я покажу, как правильно подключить TV-бокс к телевизору. Почему это так важно, спросите вы? Да потому что, если, допустим, на горячую вы будете подключать TV-бокс к телевизору, могут погореть ваши HDMI-порты, если, допустим, у них не установлена защита. Я ведь не знаю, в телевизоре у вас установлена защита. Да и вы тоже, я сомневаюсь, что проверяли. Ну, как можно проверить? На горячую воткните, погорят, значит, нет защиты. Ну, в общем, друзья, давайте сначала установим аккумуляторы или батарейки в пульт дистанционного управления. У меня уже установлены, вы видите, каждая батарейка на полтора вольта. Затем берем блок питания и вот сюда вот в разъемчик втыкаем его. Затем втыкаем один конец кабеля HDMI. Следующий этап устанавливаем, вернее, втыкаем второй разъем HDMI кабеля в телевизор. При этом телевизор должен быть отключен от сети. Отключаете от сети телевизор, втыкаете этот разъем в телевизор, а затем подключаете питание к TV-боксу. Теперь включаем телевизор, выбираем тот порт HDMI, к которому подключен TV-бокс и видим вот такую вот картинку. Значит, для согласования пульта с TV-боксом нужно зажать клавишу уменьшение и увеличение звука. Зажимаем. Ну и, соответственно, TV-бокс находит этот пульт. Открывается меню, в котором нужно выбрать один из лаунчеров. Можно выбрать стандартный Android либо фирменный UUS. Я сейчас выберу стандартный, а позже потом покажу как выбрать лаунчер UUS. Вот здесь одноразово включаем, чтобы отобразился этот лаунчер и что здесь делаем. Я покажу самые основные настройки для того, чтобы вы могли уже подконнектить свой TV-бокс и хотя бы посмотреть как он работает. Итак, кликаем на настройки вот эта вот шестереночка и здесь устанавливаем язык. Кликаем Device Preference и вот здесь выбираем меню Language. В Language выбираем тот язык, на котором вам проще всего общаться и который вы используете. Я выбрал русский. Видно, что уже все переведено после моего выбора. И следующая настройка это будет настройка интернета. Есть несколько вариантов выбора. Либо вы работаете, либо вы используете TV-бокс, подключившись по сети через кабель витая пара, либо через Wi-Fi-сеть. А если подключаетесь через кабель витая пара, подключаете кабель к TV-боксу. Я сейчас подключу. Сразу же видим, что прилетело новое обновление, которое можно кликнуть обновить и оно загрузится на TV-бокс. Я рекомендую вам всегда следить, чтобы у вас на TV-боксе было установлено последнее обновление или прошилка. В данном случае я не буду сейчас это все производить, делать обновление. Я вернусь назад в настройки и здесь кликнем сеть интернет. Если вы собрались подключение производить TV-бокса через Wi-Fi-сеть, соответственно выбираем свою Wi-Fi-сеть, вводим пароль и подключаемся. Если допустим вы не произвели обновление, если у вас вернее не выпало вот такое окошко с обновлением, тогда ищем его вот здесь. Об устройстве обновления системы и вот здесь кликаем проверить. Вы видите, что у меня сейчас установлен переключатель в автоматическую проверку обновлений, поэтому обновление автоматически закачалось, потому что многие на форумах или даже под видеороликами пишут, что почему-то обновления не прилетают. Обратите на это внимание, также это касается получений предварительных версий. Это либо бета-прошивки, либо какие-то новые обновления, которые не попадают в статус уже более стабильных прошивок. Здесь уже вам выбирать либо стабильную ставить, либо бета-версию. Бывает такое, что изображение иногда вылазит за рамки экрана телевизора. Для этого нужно перейти в меню экран и звук и вот здесь положение установить рамки телевизора, то есть подстроить либо горизонтальную, либо вертикальную сторону телевизора, ну и соответственно отображение TV-бокса. И последнее, что я вам покажу в настройках, это аккаунты и входы. Кликаем сюда и вводим гугловский аккаунт, для того, чтобы можно было впоследствии скачивать приложение через Play Market. С Play Market можно скачать как программы для IPTV-просмотра, так и игры, то есть здесь уже выбираете все, что вам понравится, все, что вам нужно. И еще я обещал показать, где находится фирменный Уусовский лаунчер. Кликаем панели интерфейс, главный экран и вот здесь выбираем этот лаунчер. Затем кликаем вот сюда и отображается, то есть здесь опять-таки кликаем обновить, если нужно обновить этот лаунчер, потому что видите, у меня старая версия пришла с TV-боксом и мне предлагается новую скачать. По поводу обновлений лаунчера и TV-бокса я показывать здесь не буду, потому что это лишнее время, не хочу ваши забирать, вы это все проделать сможете сами. Так что, друзья, если вам помог этот видеоролик, вы можете его оценить, не забудьте кликнуть на колокольчик и до новых встреч!